Лора просто супер мега монстр в этом сезоне. Несмотря на то, что вроде бы в момент ее цветения, а Лора еще женский сорт. Случилось так, что пошел град, дождь, который просто сметал все на своем пути, смывал пыльцу, тем не менее Лора опылилась шикарно. Ничего я тут не выстригала, ничего вообще не убирала. Вот такие вот болванки. Я думаю, что кило 200 точно будет, а может быть и под полтора. Сейчас отойду подальше, чтобы можно было показать всю красоту. Смотрите, вот это вот все Лора, розовая гроздочка. Это лучистый, он, наверное, ей помогает опыляться. Вот там дальше тоже все Лора. И на этой плоскости тоже видите, тоже все это Лора. К 10 сентября она обычно полностью созревшая, но в этом сезоне чуть-чуть отстает. Возможно, что из-за нагрузки. Точно сказать сложно. Ягода, в принципе, уже вкусная, особенно вот с этой солнечной стороны. Ягода плотная, мясистая, хрустящая. Вкус простой, гармоничный. Ну, это такой надежный сорт, который всегда даст урожай. Смотрите, замечательно. Вызревает лоза, ничем не болеет. Но что хочу сказать, что вот молодые кустики Лоры, саженцы, у них бывают проблемы с вызреванием. И первый, второй год им можно помочь. Дальше все, как только она начинает плодоносить, с ней никаких вопросов нет. Она все эти проблемы с вызреванием легко решает. Ничего ей помогать совершенно не нужно. Ну, и продуктивность, конечно. Смотрите, вот раз, два, две грозди таких здоровых я оставила на побег. Ну, лоза, вот эта лоза до середины вызревает. Нагрузку она тянет хорошо. По болезням тоже с ней никаких, никогда вопросов не возникает. Ну, конечно, продуктивность куста невероятная. Тут ее второй рукавчик. Ну, тоже, видите, да. Единственное, по срокам здесь чуть запаздывает. Ну, мой куст Магнолий. Вот мой куст Магнолий. Он несколько, конечно, мешает, затеняет. Ну, надо что-то выбирать и кого-то, наверное, немножко убирать. Кишмиш лучистый. Вот его гроздочка. В этом году слабовато красится. Он должен быть такой поярче. А пока что он бледненький. Но я в этом сезоне несколько раз показывала, что вот на солнышке он такой бледный, а в тенечке вот там, сейчас резкость не строится, там гроздочки более яркие. Вот там еще есть гроздочки. Вот, смотрите, то есть он должен быть вот такой вот розовенький. Немножко у нас ему не везет. Несколько раз попадалось так, что он то весной подмерзал, то потом не успевала лоза вызреть. Ну, вот в этом году наконец-таки стал более-менее плодоносить. Несмотря на то, что сроки созревания у него заявлены, по-моему, довольно поздноватые, но вот в середине сентября все, он уже готов. Вот эта гроздочка готова. Вот эти тоже, конечно, можно немножко подержать еще, но хороший сахар, хороший аромат. У него такой мускатик с легкой цитронной ноткой. Даже вот в этой гроздочке ягодки более светлые, уже вкусненькие, но те розовые более вкусные. Интересно, да, в этом году на нескольких сортах я заметила, что почему-то они в тенечке зреют лучше, чем на солнце. Хотя, казалось бы, вот там видим соседскую баню, здесь солнышко, а тем не менее на той плоскости зреет лучше. Мадонна, первое сигнальное плодоношение, молодой совсем кустик. Да, одна такая небольшая гроздочка, но достаточно крупная ягода хороших размеров. На 7 сентября ягода полностью готова. С учетом того, что это сигнальное плодоношение, первое, то сроки созревания в нормальных условиях как минимум на неделе сместятся. Ягода хрустящая, вкус приятный, гармоничный и мякоть такая немножко напоминает мармеладик. Очень приятная по ощущениям. Небольшой треск после проливных дождей возле гребни ножки, но опять же, с учетом всех погодных условий, первое сигнальное плодоношение, все простительное. В общем-то, еще бы она могла повисеть, но уже в эти трещинки стали залазить осы. Устойчивость к заболеваниям хорошая при стандартных обработках. Вот, кстати, смотрите, в теньке еще одна маленькая гроздочка, и здесь вся ягода абсолютно целенькая. Покажу общую картину, чтобы лучше было видно. Вот это основная гроздь, которую я показала в начале. И вот там, вот за листиками, вторая гроздочка. Там вообще вся ягодка целенькая и чистенькая. Правда, и чуть менее зрелая, но потому что там совсем тень, это двуплоскостная шпалера, вот она между плоскостями. Мария Магдалена, смотрите, какая красавица. Большая, крупная, красивая гроздь, большая, крупная, красивая ягода. Она плодоносит у нас второй год, но кусту всего лишь три года. То есть кустик молодой, и видите, какие гроздочки она выдает. На 17 сентября ягода готова. Приятный гармоничный вкус. Ягодка хрустящая. Что касается вызревания лозы, в принципе, лоза вызревает тоже неплохо. Смотрите, здесь коричневый. И дальше идет. И на той плоскости тоже лозы вызревают. Хотя она, в общем-то, я бы сказала, что и нагружена. Все-таки кустик и в прошлом году плодоносил. И в этом гроздочки такие немаленькие. При этом растет она в спартанских условиях. Смотрите, вот корень, и вот там яма. Вот она, она растет. И плодоносит. Радуй нас своими яркими, красивыми ягодами. А крас листа пусть вас не смущает. Это уже осень. Возможно, что ей не хватает калия или фосфора. Ну, какие условия, я вам показала. Ничего страшного. Тем более, это нижние листья. Нижним листьям уже пора уходить на покой. Значит, по болезням, стандартной обработки. И никаких проблем. Вот более крупная гроздочка. 630 грамм. В памяти учителя вот такой насыщенный. Я бы сказала, темно-вишневый цвет. Ягода хрустящая. Приятный гармоничный вкус. Ну, вот сегодня у нас 15 сентября. Он уже вкусненький. Ну, вообще, должен быть несколько раньше. А гроздочки у него тоже, конечно, могут быть гораздо больше. У меня, скажем так, скромненький экземпляр. Такой небольшенький. Возможно, что ему здесь просто чего-то не хватает. Ну, крупная ягодка. Вот по размеру ягодки, ну, тоже есть мельче. Вообще, ягода должна быть крупной. И рост раза в два больше. Сейчас уже лоза возревает неплохо. У памяти учителя вот в молодом возрасте надо немножко уделить внимание возреванию лозы. Потому что в молодом возрасте, пока он не начнет плодоносить, ну, как бы могут быть некоторые нюансы. Потом все становится на свои места. Получаем урожай. Лоза созревает, вызревает хорошо. По болезням никаких особых нюансов нет. Ну, вкусное урожай, нехороший сорт. Ну, повторюсь, у меня скромненько. Может быть, все гораздо больше, гораздо интереснее. Преображение. Можно сказать, что это его первое плодоношение. Не очень удачное место здесь для него выбрано. Долго он разгонялся. И пару лет назад было сигналка. Буквально там 2-3 ягодки. На тот момент, когда я его попробовала, мне показалось, что ягода какая-то водянистая и, в принципе, никакая. Ну, вот, наконец, мы его разогнали. И каким образом в прошлом году обрезали коротко. Несмотря на его возраст, кусту лет 5 обрезали коротко. Ну, и вот, наконец-таки в этом году дождались нормального плодоношения. Конечно, куст еще плодоносит не в полную силу, но у него все впереди. Красивый желто-розовый цвет. Вот он прямо на солнце переливается. Где-то чуть больше окрашено, где-то чуть меньше. Ягода крупная. Вот по сравнению с моими пальцами. Причем такая ягода на всех гроздях. И по состоянию на 7 сентября ягода полностью готова. Все, ее можно кушать. Вкус сладкий, но не приторный. Вкус гармоничный, легкая кислинка присутствует. Ягода хрустящая. И мякоть напоминает, вот, мне лично, мармелад. Несмотря на проливные дожди, ягода сохранила свою целостность. Треснутых нет. Еще одно интересное свойство преображения. Оно может по-разному набирать цвет. Вы можете встретить много фотографий, где преображение будет ярко-розовым. Окраска зависит от многих условий. Преображение может лучше краситься в тени. Здесь оно у нас на солнышке. И может показаться, что не совсем оно дозревшее. Да, вон ягодки розоватые, желтоватые. Но, тем не менее, все вот это уже можно кушать. Оно все готово, все сладкое, все вкусное. Ранняя надежда, действительно, очень ранняя. Я вам показывала ее в видео 8 августа. И уже тогда ее можно было кушать. Но сегодня, на 3 сентября, ягода полностью, полностью готова. Вкуснющая, вкуснющая. Сладкая, приятная, хрустящая. Для нее это первое плодоношение, сигнальное, кусту второй год. И даже вот на второй год гроздей было больше. Но я пронормировала. Видно, здесь побег тоненький, поэтому гроздочка оставлена маленькая. Здесь побег побольше. Причем, смотрите, да, откуда он идет. Уже закладываются плодовые почки. То есть, в принципе, на короткой обрезке она вполне неплохо может себя чувствовать. Ну да, гроздочка, конечно, пока небольшая. Я даже не буду взвешивать. Я думаю, что здесь грамм 300-350 будет. Более того, несмотря на проливные дожди, ягода выдержала испытание треском. И сахар тот же, он не размылся. Ягода, повторюсь, очень сладкая, очень хрустящая и невероятно вкусная. Вот такая вот замечательная красавица. Ну, гроздь я тоже срезала, потому что пора ее съесть. По устойчивости к заболеваниям при стандартных обработках здесь все нормально. Она ничем не болеет. Ромбик, сорт ультрараннего срока созревания. У нас это первое сигнальное плодоношение. Кустику всего лишь второй год, поэтому и гроздочка такая скромная. Но даже в этом году вот эту сигналку уже можно было кушать в первой декаде августа. Сегодня у нас 2 сентября. Ну, вот достаточно хорошо сохранился на кусте. Ягодка такая немножко специфическая, имеет форму ромбика, ну, похоже, по крайней мере. Но, надо сказать, вот, смотрите, вот это наиболее будет похоже. Понятно, что за счет того, что это сигналка, ягодки еще не показывают свою характерную форму. Ягодка хрустящая, вкус с легким мускатом. Куст обладает хорошей силой роста. Вот он в полном размере. Я даже сильно пасынки не убирала. И напомню, что это кусту всего лишь второй год. Росвен янтарный, он же жемчуг запорожский. Столовый сорт раннего срока созревания. К сожалению, в этом году у нас не очень хорошо опылился. Поэтому гроздочки такие, может быть, не сильно впечатляющие. Но, не смотрите, он закладывать может раз, два, три, четыре. Здесь я, правда, оторвала гроздочку уже часть. По четыре грозди на побег. Не очень опылилась, значит, просто можно не нормировать. Срок созревания у него ультраранний. Его можно было есть уже в первой декаде августа. При этом немаловажная особенность. Он может долго и хорошо висеть на кусте. Вот здесь лучше видно. И со временем ягода из такой вот молочной начинает превращаться вот в такую вот. Действительно, янтарную, вплоть до совсем коричневой. При этом вот эта вот ягода, большая, зеленая, чтобы вас не смущало ничего, это ягода сладкая и вкусная. Вкус приятный, сладкий. Но, что тоже немаловажно, даже вот эти ягоды, которые уже идут как бы так в сильное созревание, скажем так, в перезревание. И даже если мы оставим еще его повезти в сеть на 2-3 недели, ягоды станут вообще почти коричневые, они не станут приторно-сладкие. То есть, все равно сладость, она очень мягкая и приятная. А вот кислоты в нем нет совсем, но повторюсь, что ягода не становится приторной. Также хочется отметить целость ягод после дождей. Почти 4 дня лил дождь. Ягода созревшая, тем не менее, прекрасно сохраняется. Не трещит, осы не едят. Лоза у русвена возревает хорошо. Сеня, мой любимец, моя радость, моя гордость. Сняла мешочки и поэтому показываю во всей красе. Смотрите, сколько там всего висит. Я думаю, что большинство гроздей здесь больше килограмма. Где-то и по 2 грозди на побег. Видите, какая красота. И там еще есть вторая плоскость. И, конечно, вторую плоскость мы немножечко разгрузили. Вот, я перешла на другую сторону шпалеры, чтобы было видно, что здесь тоже гроздочек. Так, есть. Хотя уже часть их и поедена. Цвет может быть несколько различным. От темно-розового до вот такого темно-синего. Кстати, в прошлом году я вам его показывала прям темно-синим. Ну, тогда он так окрасился. В этом году он окрасился немножко по-другому. Конец августа можно есть. Стандартно всегда созревает. Но может долго и хорошо висеть на кусте. Сладкий. Единственное, в этом сезоне что-то у нас проблема с мускатами. Или жара, или дожди, или что-то еще. Или нагрузка. Ну, нагрузка, сами видите, здесь. Тут и побегами нормальная нагрузка. Мы их размещаем сантиметров через 10-15, а не через 30, да. То есть тут вот видно, да, расстояние. Нормальный куст нагружен. То есть может даже из-за нагрузки. Но мускатик в некоторых ягодках присутствует. А в некоторых нет. Но он и без муската очень вкусный. Приятная конфетка. Ну, мне напоминает леденец какой-то. Про сеню я, наверное, могу говорить часами. И расхваливать его часами. Потому что сорт действительно достойный. Мало того, я считаю, что он как-то незаслуженно обойден вниманием. Потому что то, что я вижу на своем участке, ну, по праву я могу его назвать лучшим сортом. И с каждым годом он все показывает себя лучше, лучше и лучше. И вот весь гроздочки сени. И, к сожалению, гроздь без старой даже невозможно разместить на весах. Супер экстра сорт ультрараннего срока созревания. Но, к сожалению, в этом году она у нас не очень хорошо опылилась. Поэтому гроздочки такие, ну, скажем так, скромные. Ягода крупная. Ну, и может быть нормальная полноценная гроздь. Здесь она, видите, у нас такая разреженная. Может быть нормально полноценная. Как я уже сказала, сорт ультрараннего срока созревания. И ее можно было есть спокойно уже в середине августа. Сегодня у нас 6 сентября. Да, может быть вы видите трещины. Ягода не совсем красива. Да, супер экстра трещит. Это правда. Но большие обильные ливни у нас прошли где-то недели две назад. Именно в тот момент супер экстра треснула. Я специально оставила эту гроздь. Вот и показывала уже вам неоднократно. Трескается она возле плодоножек. Но две недели прошло. И видите, в принципе ягода. Ну, вот изюмица. Вялится. В остальном ягода целая. Конечно, могут на нее прийти осы. Но в этом году ее осы особо кушать не хотят. Осы едят другие сорта. То есть до 6 сентября мне удалось ее спокойно сохранить на кусте. Несмотря на эти трещины. Вот смотрите, это другая ее гроздь была в теньке. И хоть гроздочка небольшая, но она хорошо полноценно опылилась. То есть вот так вот в норме такой должна быть супер экстра. Ну, например, у этой грозди трещин гораздо меньше. С учетом особенностей этого года, с учетом всех экстремальных событий, скажем так, супер экстра заслуживает внимания. Консистенция у ягоды приятная, хрустящая. Вкус сладкий, нежный, с легким и тонким мускатом. Киш-Миш-Цимус, столовый сорт ультрараннего срока созревания. Это молодой кустик, ему всего лишь второй год. И это его первое сигнальное плодоношение. Четыре побега на каждом из них по грозди. Ну вот единственное, одна есть такая маленькая гроздочка вот там. Но остальные гораздо крупнее. По состоянию на 3 сентября в наших условиях, при первом сигнальном плодоношении, в общем-то, он уже готов. Вкус яркий, ароматный. Это мускат с легкой цитронной ноткой. Достоинство этого сорта – яркий вкус. И, конечно же, ранний срок созревания, напомню, на 3 сентября он уже полностью готов. И его вполне можно срезать и скушать. При этом были у нас проливные дожди, ягода выдержала, ягода не потрещала. Черная вишня, столовый виноград раннего срока созревания. Не смотрите на то, что вот такая скромная гроздь. Там еще такая. Вот здесь сама по себе гроздочка чуть получше. Дело в том, что кусту второй год, и это первое сигнальное плодоношение. Это раз. Второе черная вишня цвела как раз таки в момент, когда у нас шел град. Поэтому опыление тоже такое не самое лучшее. Тем не менее, достаточно крупная ягода. На 3 сентября ягода уже вкусная. Уже можно есть. Приятное такое гармоничное сочетание сахара и кислинки. При этом, как и следует из названия самого сорта, в ягоде присутствуют вот эти тона с белой сладкой вишней. По лозе здесь выводы делать какие-то рано и не совсем корректно. Дело в том, что куст молодой. Здесь моя ошибка как виноградаря. Несколько куст перекормлен. Причем не догружен. Урожай небольшой. А рост вот такой. И там я уже даже специально не пасынки не обрезала, ничего. Чтобы хотя бы зелеными побегами, зеленой массой догрузить. Ну и из недостатков, что можно сказать. После обильных дождей, которые 4 дня у нас тут шли, не переставая. Ягодка все-таки немножко треснула носик. Вот раз. Два. Но делаем несколько поправок, ввиду того, что это экстремальный год раз. Первое плодоношение два. И этот куст растет на родительском участке. Здесь поливов было гораздо меньше, чем на моем основном. В тот момент, когда ягода наливалась. Кишмиш яся. Второй год кусту. Вот такая вот маленькая сигнальная гроздочка. На 3 сентября уже абсолютно готова. Можно срезать и съедать. На самом деле яся это не совсем кишмиш. Сорту свойственно не очень хорошее опыление. И тогда ягодка будет без косточки. Вот эти вот ягоды. Они с одной небольшой косточкой. Но яся очень отзывчива на обработку препаратами. Типа гиберелин, бутон, завязь. Во время цветения в таком случае ягода вот из такой более овальной. Становится совсем удлиненной. И будет без косточки. Яся прекрасно тянет нагрузку. Вот сейчас эта сигналочка на моем участке. И вам покажу фотографии прошлого года, которые я делала на участке своих знакомых. Вот такая нагрузка. Вот это все тянет. При этом ранний срок созревания. Начало сентября. Ягода полностью съедобна. Можно снимать и съедать. Также для яси характерны очень толстые лозы. Вот здесь, видите, вот там лоза. Где-то с мой большой палец толщиной. И это куст не жирующий. Для яси это нормально. То, что лоза в таких вот повреждениях, на это не смотрим. Это градобой. Тут вот тоже видно. Начинается пожелтение. Начинается вызревание. То есть лоза у нее вызревает хорошо. Но при этом для нее нормально быть вот такой вот очень толстый. Антоний Великий. Стабильно урожайный сорт. У нас растет в теплице. Правда, есть мысль вынести его в открытый грунт. И попробовать выращивать его в открытом грунте. Созревает обычно в теплице у нас к середине сентября. Вот на сегодня, на 17 сентября, ягода сладкая, ягода вкусная. Но единственное, по рефрактометру чуть-чуть бы сахара добрать. Сахар 16. Но дело в том, что почему я говорю чуть-чуть бы сахара добрать. Я Антоний Великий, несмотря на то, что это столовый сорт, использую на вино. У него достаточно крупные грозди. Могут достигать 30 сантиметров и более. Вот такая вот длинная красивая гроздь. Вот гроздочка Антония. Сейчас приблизим рулеточку. Около 30 сантиметров. Для него стандартная такая средняя гроздочка. Но ягода очень сочная. Именно не жидкая по мякоти, а сочная. Она прям взрывается во рту. И это вот тот сорт, которому прям жажду можно утолять. И вот она на весах в дуршлаге. Потому что невозможно просто так взвесить. Ввиду того, что гроздь очень длинная, она на весы не помещается. Но, конечно же, мы обнуляем весы на тару. Приятный мягкий сахар. Приятная легкая кислинка. Но все это делают его таким прямо освежающим. Кроме того, что его можно есть в свежем виде. Он очень вкусный. Его можно делать из него соки. Напомню, сока у него очень много. А мякоти мало. Поэтому для соков удобно. Сок тоже получается без добавления каких-либо сахаров, еще чего-то. Приятный, мягкий такой. Может быть, с легким ореховым вкусом. Глаза у него замечательно вызревает. Всегда надежно, стабильно. Но точно так же по болезням в теплице никаких особенностей нет. В открытом грунте будем смотреть. То есть у нас в планах попробовать его вынести. Увидеть, что же будет. Ну и нагрузка, смотрите. Вот это один рукав, одна сторона шпалеры. А вот там вторая часть. То есть урожайность у него потрясающая. Красавчик лучезарный в этом году замечательно опылился. Показал себя во всей красе. Ягодка желтенькая, такая с прыгновым налетом. И небольшим розовым загарчиком. Смотрите, какого размера гроздочка, ягодка. Плотненькая, но что интересно. Невероятно сочная. То есть вот не такая, знаете, как бывает плотная ягода, но не систая. А это нет. Она прям взрывается во рту. Берете, надкусываете. Хруст, а потом прям такой вот взрыв сока. Вкус, как его называют, гармоничный. Но это невероятно гармоничный вкус. Там настолько сбалансирован и уровень сахара, и легкая кислинка. Не кусючая, не та, которая оставляет оскомину. Вот такую гроздь лучезарного, сесть и съесть за один присест, никакого труда не составит. И при этом вы получите истинное удовольствие. Как раз таки вот и жажды утоляет, и снимает вот эту вот оскомину от слишком много сахара, от слишком много ярких ароматов. То есть на самом деле сорт обалденно вкусный. Очень эффектный хаджимурат. К сожалению, не такой эффектный, как пару лет назад. Но это наша вина. Когда мы на третий год его нагрузили, причем невероятно нагрузили, максимальная масса грозди была 2-100, причем по одной грозди на побеге была оставлена. Средняя где-то там между 1,5 и 2 килограмма. И этой нагрузки он не выдержал. Вот прошло 2 года, все равно еще кустику тяжеловато. То есть куст перегружать не надо. Но уже в этом году грозди повеселее, чем в прошлом. Но я думаю, что это, наверное, ближе к килограмму будет. Крупная ягода. Вот, почти. Ну, почти с мой палец может быть еще крупнее. Вот смотрите, хаджимурат на весах. Это ведь очень средняя грозди. Грозди, вот кило 80. Я даже специально ее подниму, чтобы вы увидели. Вот она. Ну, такая небольшенькая. Небольшенькая грозди. Вкус яркий. Ягода хрустящая, сочная. С одной стороны, она вроде бы и плотноватая, такая немножко мясистая. Но не такая вот, что, как я говорю, зубы не всадить. А именно приятная, такая хрустящая, взрывающаяся. Вкус гармоничный. Но немножечко с нотками может быть кружевника. То есть есть какие-то вот легкие такие фруктовые нотки, придающие этой ягоде особую пикантность. И, как обещала, подводим итоги. Кто же у нас лучше? Ну, конечно, самый лучший в этом сезоне на нашем участке – это сеня. Безусловный лидер по всем параметрам. Дальше в тройку лидеров входят традиционно уже Аркадий и Аладдин. Стабильные, надежные сорта, которые всегда предсказуемы и всегда дают хороший и вкусный урожай. Ну, если говорить о пятерке лидеров этого сезона, то я бы, конечно, еще добавила новичков. Это Цимус и Надежда Ранняя. Хороши и по срокам созревания, и по внешнему виду, и по устойчивости. Ну, в общем-то, по всем параметрам. Ну, а я с вами прощаюсь. Отдельно еще будет ролик по техническим и универсальным сортам. Вам большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Еще» будет ссылка на каталог наших сортов, и награды, и мои контакты. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok